МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за распространения коронавируса казахстанские школьники были вынуждены четвертую учебную часть, учебную четверть, начать дистанционно. Вот больше недели прошло. Как они осваивают новую образовательную систему, мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях Айжан Мамановна Адамбекова, руководитель отдела управления образования Алматинской области. Добрый день. Добрый день. В первую очередь хочется узнать, как идет работа за эту неделю, что вот вами именно, учителями были выявлены? Трудностей? Может быть, какие-то нашли новые пути? Знаете, Гульнас, дело в том, что вообще переход на дистанционное образование школьников, это был очень большой вызов для всей системы образования вообще страны в целом. И, конечно, перед переходом до начала четвертой четверти, то есть до 6 апреля текущего года, нами была именно проведена аналитическая работа. Какие технологии мы должны применять в нашей области? Что нам наступно, а что нам недоступно? Вы знаете, проблем очень много. И поэтому, если у нас в области обучаются свыше 411 тысяч учащихся, вы знаете, это какой контингент. Это при том, что 87% школ у нас сельские. То есть в области было принято решение дистанционное обучение вести по трем направлениям. Это с помощью интернет-платформ, с помощью телевидения, через телеканалы Балапан, Элерна, и с помощью, через КАС-почту, через бумажные носители. То есть у нас есть даже такие населенные пункты, где нет телевидения и где нет зоны покрытия мобильной сети. О них мы расскажем позже. Хочу напомнить нашим телезрителям, что программа сегодня выходит в прямом эфире, поэтому вы нашему гостю можете задать свой вопрос, лично задать вопрос, позвонив по телефону 400109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Мы здесь их озвучим. Давайте сейчас мы посмотрим сюжет, где мы покажем, как занимаются наши учащиеся. Альматы облысы, Кербулак ауданы, Карамсақ ауылы. Мы здесь учащиеся. Мы здесь учащиеся. Мы здесь учащиеся. Мы там учащиеся. Мы здесь учащиеся. Мы здесь учащиеся. Я считаю, что это не только в Кирбуласском районе, но и во многих районах нашей области. Как решается? Да, дело в том, что знаете, конечно, про это видео мы знаем, мы его изучали. Дело в том, что я до этого говорила, чтобы нами, управлением образования, был проведен анализ, где есть какие возможности. То есть, если через интернет у нас, когда мы начинали, обучалось 55% учащихся, то есть через телевидение обучалось 45% учащихся. То есть в процессе уже, как прошла у нас одна неделя, то есть эти проценты, то есть количество учащихся уже по реалям сегодняшнего дня, можно сказать, они уже изменились. То есть получается сейчас 47% уже получает обучение через телевидение, а 53% получает через интернет-платформы. Но дело в том, что в Кирбуласском районе мы эту ситуацию очень хорошо знаем, всего 70% учащихся, они изначально получают образование через телевидение. То есть, значит, вот в этом видео это была средняя школа Майтубе, расположенная в селе Казалмиктеп, там обучается у нас всего 77% учащихся. Они все получают, именно там все казахские классы, они получают образование через телеканалы. То есть инициаторами данного видеообращения это были студенты. Дело в том, что, то есть студенты, вы знаете, тоже с 16 марта перешли на дистанционное обучение. То есть студенты, которые получают образование в Алматы, в других городах Казахстана, то есть они не имели возможности, так как именно в селе нет интернета, нет зоны покрытия мобильной сети. То есть в данном случае Акимат Кирбулакского района, именно в данном населенном пункте Казалмиктеп решил данную проблему с интернет-провайдером Астел. Они там поставили вышку. В целом цифровизация области оставляет желать лучшего. В этом плане какие-нибудь сотрудничества, управления образованием с какими-то организациями есть? Может быть в планах, может быть сейчас это налаживается? Нет, то есть изначально мы в принципе и предполагали, что такие проблемы у нас будут. Мы обращались с официальным письмом в Казахтелеком с просьбой усилить интернет. Обращались с письмом официальным управлением цифровых технологий Алматинской области. То есть где-то можно было увеличить скорость интернета. Но в любом случае мы действовали именно по реалиям. То есть да, в данном видео говорится, что это сидят учащиеся. Но я скажу, что там было 21, мы даже уточняли, это студенты, колледжи и высших учебных заведений. И когда же это все решится? Вот, например, в ваших планах вы, говорите, уже ведете переговоры. Ну, например, когда именно ваши школьники смогут спокойно сидеть дома и получать знания через интернет? Да, конечно. Ну, знаете, Гульнас, дело в том, что когда говорится про цифровизацию системы образования, мы обычно очень большое внимание уделяем именно подключению только школ к интернету. У нас 98% школ подключены. Даже вот в этих населенных пунктах Кирбулакского района школы имеют спутниковый интернет. 24 мегабит в секунду у них есть скорость. Но именно проведение интернет для населенного пункта, этим должны заниматься уже местные исполнительные органы. Конечно, для всех было бы удобно, для всех было бы комфортно, если в каждом доме, если у каждого нашего учителя, если у каждого нашего ученика был бы свой хороший высокоскоростной интернет. Но я думаю, это как раз такой вызов, и над этим мы будем совместно именно с местными районными, городскими отделами образования, районными городскими отделами, акиматами. То есть этот вопрос, мы думаем, будем решать. Потому что время уже поставило перед нами, как говорится, вопрос ребром. Вот нам писали до этого, я давайте озвучу сегодня, как наши телезрители писали, из Солокольского района. Они пишут, что возле школы, возле почты стоит ящик, куда по утрам, вот это, между прочим, и смех, и грех, можно сказать. То есть утром человек проходит по домам, один человек собирает задания. Например, сегодня оставляет задание в этом шкафу, то есть в этом ящике учительница. Потом его раздает один человек всем ученикам. Затем он же собирает вечером обратно ответы и ложит обратно в этот почтовый ящик. Как это объяснить? Ну, это просто вынужденная мера. В таких случаях даже какие-то санитарные защиты невозможно вести, мероприятия именно профилактические. Нет, дело в том, что, видите, это не каждый день. Да, есть такие, у нас есть волонтеры из числа педагогов. Потому что нам же, видите, надо выходить в ситуацию. Хотя есть меморандум между Министерством образования и АО «Коспочта», но отделение «Коспочта» же не везде же, не во всех населенных пунктах. И то есть выходим из положения таким образом. То есть в неделю раз учитель дает учебные задания или же какие-то конспекты, задания для учащихся на бумажном носителе. Волонтеры раздают. Но это же в основном небольшие населенные пункты. С численностью учащихся до 80, ну максимум 100 учеников. То есть раздают. И на следующей неделе они уже носят новые задания, а ответы детей забирают. Вот организовано, работано таким образом. В области у нас есть именно 100, было 173, на сегодняшний день стало 168 учащихся, которые обучаются именно чисто через бумажные носители. Другого выхода у нас нет. Это те учащиеся, которые живут именно в каких-то дачных массивах, или же в каких-то отдаленных таких разъездах. Выходим из ситуации таким образом. И насколько это продлится, вот такое занятие? Остается месяц? Видимо, до конца года они так и будут заниматься. Ну, это все зависит от именно санитарно-эпидемиологической ситуации вообще области и страны в целом. Потому что никто из числа ни педагогов, ни руководителей, да, в системе образования, конечно, не думали, что вот мы вынуждены, это же мера вынужденная, переход на дистанционное образование. Потому что в любом случае, какая бы ситуация ни была в стране, мы должны детям давать, дети должны получить тот объем знаний, который они должны по государственным общообязательным стандартам. То есть по типовым учебным планам и программам. То есть мы от этого отставать не должны по-любому. То есть как бы ситуация ни сложилась, но видите, в данное время именно на педагогическое сообщество идет такая нагрузка, есть и критика, да, очень много критики со стороны родителей. И когда тут получается, что учитель почти персонально работает с каждым учеником. И тут именно важна поддержка. Расскажите об учителях, как они справляются? Ну, видите, дело в том, что помимо, да, у нас по области тоже мониторим, и социальные сети, и интернет, много есть негатива. Но в то же время немало положительных отзывов, да, когда родители или же учащиеся благодарят учителей за то, что несмотря на такое время они в любом случае получают знания. То есть это, видите, даже когда мы используем интернет-платформы, да, для обратной связи в основном используются мессенджеры, типа WhatsApp, Telegram, ни для кого не секрет. Потому что мало того, что ученик посмотрел по телевидению урок, с ним надо еще ввести обратную связь, дать какие-то занятия, понять, насколько он усвоил или понял тот или иной материал. То есть для учителя, конечно, нагрузка двойная, но я думаю, что наши педагоги с этим справятся. Как говорится, мы вместе. Вот пишет телезритель, по какой программе занимаются студенты колледжей? Они также по Telegram и WhatsApp или потихоньку начали осваивать другие платформы? Ну, у нас, видите, дело в том, что у нас 68 колледжей по области, из них 39 государственных, 29 частных колледжей. Именно колледжи области, они подключены к восьмым цифровым платформам. Это есть у них система Platonus, есть всем известная Google Classroom, EduPage, Paragraph, BLEM, Moodle, Cazlet, Smart и так далее. То есть тут уже колледжи выбирали. Сами. Сами, да. Какой системе. Они некоторые до этого работали, некоторые в спешном порядке осваивали. Но получается, в колледжах у нас обучаются именно в дистанционном обучении. Свыше 27 тысяч студентов у нас есть, которые получают образование. Но в связи с отсутствием интернета у них тоже где-то около 297 студентов получают тоже образование через Каспочту. В принципе, знаете, этого пугаться нельзя, потому что, как мы видим, многие страны мира перешли, и многие используют. Раньше и сейчас существуют курсы Эшка. Знаете, изучают языки, обучаются шитью, или же, например, скажем, растениеводству. Там же тоже задания приходят через обычную почту. Это тоже такой кейс именно в системе вообще дистанционного обучения. Именно когда идет дистанционное обучение, вначале все путали между онлайн обучением. Думали, раз дистанционно, это должно быть онлайн. Но именно в дистанционных образовательных технологиях направлений множество. Из них на сегодняшний день как раз-таки мы применяем три направления, о чем я говорила. То есть интернет, телевидение и, конечно, бумажные носители. Вы говорили, что учителя вполне нормально освоили дистанционное обучение. Достаточно хорошо дают задания. За ними какой-нибудь контроль ведется? Ну, вот, например, 30 детей, если в классе сидели, ей было не так просто. Теперь на расстоянии каждый ребенок у себя дома чувствует себя, конечно, королем. Как там порядок? Вот какие вот на сегодня достигнутые уровни? Ну, знаете, сначала, конечно, была попытка контролировать наших педагогов. То есть требовать какие-то видеоотчеты, требовать письменные отчеты, спрашивать, сколько сегодня было. Или же, чтобы обязательно заполнили, скажем, в тот же день, может быть, в тот же час систему Кунделек, чтобы с третьей мониторить, да, руководители школ, естественно, это начали требовать. Но Асхат Канатович Аймагамбетов принял такое решение, то есть никаких отчетов. Министра образования. Да, министра образования. Ага, республики Казахстан. То есть никаких отчетов не должно быть. То есть мы тут уже в ЦЦЛ надеемся на самих педагогов, на их педагогическое мастерство. То есть как он организует работу со своим классом, как он организует работу со своими учащимися, ну, уже от этого все будет зависеть, конечно. Ну, тут, знаете, в основном, мне кажется, учащиеся приняли, многие учащиеся, это же для них новое, незнакомое. А вы знаете, это все пробуждает какой-то интерес. Есть очень много отзывов, что как-то учащиеся сами начинают что-то искать, какие-то знания стали более самостоятельными. Но, как говорил, да, министр образования, то есть после этого опыта система образования в любом случае она не будет такой, как прежде. Ну, вот хороший вопрос задает телезритель. Врачам подняли заработную плату? Почему Мистерство образования и науки РК не предпринимает такие шаги в этой сфере? Ну, я хочу обратиться к своим коллегам, да, уважаемые коллеги. Конечно, мы понимаем ваш труд, да, мы понимаем, в какой обстановке вы занимаетесь, что это все равно работать дома, это очень сложно. организовать эту работу, как говорится, изучить новые технологии, да, опять-таки подковать себя, чтобы у тебя IT-компетентность стала лучше. Это все требует очень большой работы, и мы знаем, что это очень большая нагрузка. Но в то же время, конечно, с медиками сравнивать, я думаю, не стоит, потому что медики находятся на передовой, они именно работают с контактными, с больными, с контактными людьми. Но именно в системе образования, я не думаю, вот несколько раз за последнее, вы знаете, да, время зарплату поднимали учителям несколько раз. Так, я думаю, так что в любом случае именно поэтому, возможно, но и так-то же в будущем, да, это в послании президента было сказано, что зарплата учителям, она постепенно будет в течение нескольких лет подниматься. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в многодетных семьях? Какой-то контроль ведется? Вначале вот паника была именно у тех семей, где воспитывалось 3 и более детей. Да, дело в том, что, знаете, изначально мы начали отдавать во временное хранение, да, именно тем семьям, которым требуются компьютеры. Именно мы отдали на временное хранение свыше 10 тысяч компьютеров. Помимо этого поддержали спонсоры. То есть вчера я только проводила мониторинг. Получается, оплачивают спонсоры баланс именно сотовых телефонов для подключения мобильного интернета. То есть были приобретены смартфоны детям, ноутбуки, планшеты, компьютеры. Я думаю, вот именно это для тех категорий, которым это нужно. Ну, я как раз таки хочу, вот пользуясь случаем, хочу обратиться к таким семьям. Если у вас, если вам необходима, да, компьютерная техника, вы можете обратиться именно к директору своей школы. Они вам в любом случае передадут на временное пользование. Даже если нету компьютера, да, именно в той школе. То есть мы найдем выход найти с другой школы, передать именно в черте района. Это можно будет передавать. Если есть такие вот проблемы именно у многодетных, да, у малообеспеченных семей, то есть можно звонить. У нас есть колл-центры, они есть у нас... Какой там номер, произнесите, пожалуйста. 32 96 89. Повторите, пожалуйста. 32 96 89. Есть еще мобильный номер. 776 979 60 64. Наша программа может быть в Ютубе, поэтому если вы еще не успели записать, вы можете посмотреть и набрать этот номер, если у вас есть вопросы. Ну, знаете, еще раз хочу подчеркнуть, что вот номера всех колл-центров, у нас работают 22 колл-центра во всех районных городских отделах образования, у нас, то есть задействовано свыше 60 человек, то есть все эти контакты можно найти в аккаунте управления образования в социальных сетях. Поэтому особых проблем связаться не будет. Вот в эти колл-центры поступают звонки, в основном какие? Да, конечно, поступают. Да, изначально вот именно такого характера, что у меня нету компьютера, мне еще до сих пор не подключили интернет. Вот стараемся с каждым телефонным звонком дозвонился до нас телезритель. Давайте ответим на его вопрос, мы вас слушаем. Задавайте. Салиматси. 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 со стороны родителей в том плане, они говорят, что они вместо учителей объясняют учебный материал. В таком случае я предлагаю родителям, значит, на постоянной основе надо контактировать с предметниками, с классными руководителями. Если что-то ученик, ребенок не понял, тут можно, в любом случае, педагог не откажет. То есть он может, если есть, конечно, средства связи, если интернет позволяет, тут он может через тот же самый WhatsApp или же может быть через тот же самый аудиозвонок, видеозвонок помочь ребенку. В основном я знаю тут уже, но опять-таки у нас есть новый приказ министра, то есть домашние задания даются только учебные задания, учебные задания для учеников, а домашние задания сокращены. Время нашей программы истекло, мы вас благодарим за то, что нашли время пришли ответили на вопросы наших телезрители. Кроме, ты көрермендер, егер сіздердің 42.500 жарде мақсы жайындағы сұрақтарыныз болжатса, 700 телеарнасын кешке 19.00-да көрсеніздер, бұл асулы вақтта. Бізде текелей эфир студиясы жұмыстет, бүгін хабары шығат, хабарласаңыздар, бұл асулы. Ну, мы тепер встретимся завтра Көрсеніздер, бұл асулы.